Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Разрешите мне сегодня нарушить тот порядок, который установлен был в течение года по подаче информации по санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике, исходя из следующих позиций. Ровно год назад в нашей Республике был выявлен первый заболевший больной. И сегодня непосредственно я выражаю благодарность от имени руководства Республики тем медицинским работникам, которые первые в нашей Республике столкнулись с неизвестным всему миром заболеванием. И это коллектив, прежде всего, Якутской городской республиканской клинической больницы, коллектив скорой помощи, которые впервые столкнувшись с этим заболеванием, не побоялись. Отдельное спасибо я хочу поблагодарить Ишнеязову Викторию Николаевну и Иванову Владимиру Васильевну. Это именно тех людей, которые сегодня являются первыми в нашей Республике, кто столкнулся с этой болезнью, научился с ней работать. И, соответственно, это настоящие герои нашего времени. Оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию на сегодня, необходимо обратить внимание, что в целом выявлено 30 новых случаев новой коронавирусной инфекции за сутки. В городе Якутске зафиксировано 20 случаев. Определенная стабильность в виде 20 случаев фиксируется на территории города Якутска, но, тем не менее, с учетом повышения порога эпидситуации по ОРВИ, необходимо достаточно четко помнить о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений. По два случая зарегистрированы в Алданском, Бельюйском, Мегино-Кангаласском, Нюрингринском и Олегминском районе. За сутки проведено 1959 исследований. Всего с начала пандемии обработано 989-512 тестов. В республику на настоящий момент у нас поступило 56 412 доз вакцины. Первую вакцину получили 55 554 человека. У нас использовано 99,4% поступившей вакцины в республику. На настоящий момент мы ждем поступления второй партии этого периода марта месяца и соответственно ее распределение по районам республики. И ведем соответствующую предварительную запись. Сегодня я еще раз обращаюсь ко всем жителям республики Саха-Якутия. Медики действительно выполнили и выполняют далее тяжелый труд. И они тоже хотят быть дома быстрее со своими близкими родственниками. Поэтому здоровья всем и выполнение санитарно-эпидемиологических норм.